Жена миссионера Глава 14. Чёрный амулет «Каким образом я смогу получить больше информации о премии?» Грустно произнесла Алисия, сидя наедине с Робином за столом за завтраком. Крепаде предпочитал есть, сидя на полу, скрестив ноги. «Я уверена, что меня не впустят в крепость, если бы я отправилась туда сегодня. Вчера женщины не обращали на меня внимания, а Доробти обиделась на мой вопрос относительно премии. Мне не нравится бывать там, где мне не рады. Сегодня я не могу пойти в Зинану». «И всё же сегодня, похоже, наш последний шанс», — заметил Робин. «Так как завтра Зинана наверняка будет для нас закрыта». «Не могла бы ты ещё раз набраться храбрости и атаковать крепость, как доблестная леди-миссионерка?» «Это было бы бесполезно», — вздохнула Алисия. «Я не гожусь для захвата крепостей. Меня ждёт там только отпор и поражение. Если была бы хоть тень надежды». «Придумал!» — внезапно воскликнул Робин, лопнув себя ладонью по лбу, словно пытаясь предотвратить ускользание мысли. «Прошу прощения, что прерываю тебя, Алисия. Но мне только что пришла в голову идея. Я уверен в радушном приёме и гарантирую тебе аудиенцию, если...» «Что, если? Мне интересно знать», — оживилась Алисия. «Если ты пойдёшь в Зинану в своём свадебном платье, украшенном твоими драгоценностями». «Ты шутишь, Робин?» — произнесла Алисия. «Я никогда в жизни не был более серьёзен», — воскликнул Робин. Его яркие, искренние глаза свидетельствовали, что он имел в виду то, что говорил. «Биби могут не принять тебя в твоём желтовато-коричневом платье, но надень твой сверкающий белый атлас и красивые маленькие туфельки». «Смешной мальчишка», — прервала Алисия. «Неужели ты думаешь, что я бы пересекла этот грязный двор в белых атласных туфлях?» «Да, если бы это было даже болото», — воскликнул Робин. «Если бы это был единственный способ попасть в дом. Ты понимаешь», — добавил он более спокойно, «если ты покажешь свои драгоценности, то вполне можешь попросить индуистских бибий показать тебе свои. И если среди них окажется чёрный медальон, ты набросишься на него, как кошка на мышку». «Идея Робина не так уж безумна, как показалось вначале», — подумала Алисия. «Что ты скажешь о моём плане?» — спросил юноша. «Он был бы очень хорош, если бы ты мог осуществить его сам». «Я», — воскликнул Робин в порыве неудержимого смеха. «Представь меня в белом атласе, пытающегося втиснуть свою огромную ступню в одну из твоих изящных туфелек». «Это слишком серьёзное дело для веселья», — сказала Алисия, которая на этот раз смогла устоять перед заразительным смехом Робина. «Конечно, если кому-то надо идти, то должна идти я. Но будет очень странно надевать наряды здесь, в этих джунглях». «Это было бы самым лучшим использованием нарядов», — заметил Робин, который теперь был достаточно серьёзен. «Оно было бы посвящено на благо человечества. Когда я увидел тебя в свадебном наряде, то подумал, что ты слишком хороша, чтобы быть моей сестрой. Мне и в голову не приходило, что ты можешь сделать его средством освобождения пленницы Зинаны и, возможно, привести её ко Христу». Алисия вздохнула и на несколько мгновений задумалась. Затем она сказала. «Робин, мы должны вместе помолиться, прежде чем я решусь. Я чувствую себя такой слабой и нервной. Я никогда раньше не занималась ничем таким странным и трудным». Молодые люди вместе опустились на колени, а Крипаде распростёрся на полу, хотя мог только догадываться о значении молитвы. После молитвы Алисия отправилась в свою комнату, отпёрла и открыла один из своих больших ящиков и достала из обёрток серебристой бумаги платье, которое она одевала на свадьбу. Примерно через четверть часа Алисия, краснея от смущения, под своей длинной белой вуалью вернулась в комнату, где оставила Робина. «Как нелепо я, должно быть, выгляжу в этом платье!» — заметила она, застенчиво взглянув на брата. «Прекрасно, как ангел!» — подумал Робин и выполняет поручение ангела. Вслух он только сказал. «Сейчас я восхищаюсь тобой в этом белом атласе больше, чем в первый день, когда ты его надела. Пойдём, Алисия. Твоя доля уже ждёт тебя на веранде. Я смущаюсь, когда меня видят даже кахары. И как я могу пойти через город в таком странном наряде? Мы отпустим с обеих сторон шторки, так что никто тебя не увидит. В этой коробке моё платье сильно помнётся!» — растонала Алисия, приподнимая богатые фауды, которые волочились по веранде. «Я помогу тебе упаковать его. По крайней мере, помятое платье лучше, чем раздавленная жизнь премии. Робин, ты должен пойти со мной. Я чувствую себя в таком нелепом положении», — сказала Алисия, трудом устраиваясь в тесном ящике доли. «Я пойду так далеко, как смогу, и буду ждать снаружи, сколько потребуется», — был ответ Робина. Робин шёл рядом с долей, весело подсказывая, подбадривая, снабжая свою невестку словами на урду. Он проливал свет своего собственного радостного духа, пока Алисия не заразилась его любовью к приключениям. Не было ничего столь ужасного, с чем можно было столкнуться, ничего эстравагантного и ничего трудного для выполнения. Алисия, безусловно, выходила за рамки миссионерских правил и предписаний. Но столь необычный случай никогда не рассматривался теми, кто их создавал. К тому времени, когда они подошли к внешней двери крепости, Алисия была полна радостной надежды. Кахар подёргал звенящей цепью. Затем подёргал ещё дважды, трижды и ещё раз. Но в ответ слышался только собачий лай. «Внутри кто-то есть! Я слышу движение разговор», — сказал Робин. Он сам энергично повторил призыв у двери, который вызвал пронзительный ответ внутри. «Курсат Нахим!» Что на Панджабе означает «не дома». «Покажись», — сказал Робин Алисии. «Я вижу те скаличика над стеной». Говоря это, он поднял шторку доли со стороны ближайшей крепости. А сам быстро скрылся из виду. Алисия высунула одну ногу в туфельки и руку с атласным рукавом и золотым браслетом из доли, чтобы высвободиться самой из своего объёмного платья. Эффект был волшебным. С вершины стены донёсся крик изумления. Затем раздался топот ног. Дверь распахнулась, и зазвучали пронзительные детские крики «Мэм! Мэм! Деви!» Богиня «Деви!» Алисия вошла во двор, и её окружила толпа чумазых малышей обоего пола, которые смотрели и кричали, приветствуя её. Растерянная и оглушённая криками Алисия, как могла, осторожно пробиралась по двору, который казался ещё грязнее, чем обычно. Ей было трудно придерживать своё длинное платье и защищать голову зонтиком от солнца. Было неприятно, когда её толкали дети, каждое прикосновение которых оставляло след на её белом атласе. Но Алисия шла дальше, пока не добралась до второго двора, а затем до тёмной лестницы. Здесь последовали сильные толчки и возня. Алисия чуть не столкнул со ступенек её шумный, возбуждённый юный экспорт. Вскоре она раскрасневшаяся и разгорячённая вышла на дневной свет в своём прекрасном платье, немного пострадавшим от давки. Теперь, чтобы собрать женщин, не было никаких трудностей. Они выходили из всех возможных и маловероятных мест, чтобы поглядеть на английскую леди или, скорее, на свадебное платье, которое было на ней. Только Прэми стояла на крыше с толстым ребёнком Даропти верхом на бедре. «Садись! Садись!» – крикнула Чанкор. «Садись! Садись!» – повторила одноглазая Джайби. Биби, очевидно, были полны решимости удовлетворить своё любопытство в полной мере. «Держитесь подальше! Бат-зад!» – низшая каста – крикнула Даропти детям, которые теснились вокруг Алисии, чтобы погладить её гладкий атлас и потрогать её драгоценности. Когда небольшой порядок был восстановлен, Алисии пришлось изображать шоу-женщину, демонстрируя различные части своего платья и украшения, которые она носила. Её атласные туфельки и шёлковые чулки вызвали множество восклицаний. «Вау! Вау!» Женщины наслаждались видом таких красивых новинок. Алисии пришлось даже вынуть серебряные серьги из ушей, чтобы их передали по кругу и восхищались. Терпение Леди почти иссякло. Прежде чем у неё появилась хоть какая-то возможность спросить о том, ради чего она пришла. Алисия воспользовалась этим припером в затишье. «А теперь покажите мне свои драгоценности! Все-все!» – воскликнула она, повторяя урок, полученный от Робина. Бибии отню не стеснялись выставлять на показ свои украшения. Цепочки и головные украшения, изумительные работы, кольца для пальцев рук и для пальцев ног, драгоценные камни в носу и ушах, а также звенящие ножные браслеты. Браслеты были из золота, серебра и стекла. Они охотно предлагались вниманию посетительницы. Напрасно стревоженные глаза Алисии искали среди них черный медальон. «Все-все!» – повторила она. «Покажите мне все!» В конце концов, женщинам надоело демонстрировать свои сокровища. Мэм Сахиба, казалось, испытывала неутолимую жадность к драгоценностям. Алисия, разгоряченная и уставшая, начала отчаиваться найти то, ради чего она сюда пришла. Некоторые женщины ушли. Чанкор взяла свой кальян. Алисия уже собиралась встать и уйти, когда Доропти открыла любопытную старую шкатулку, чтобы вынуть бетель, лист и пожевать. Очень распространенный обычай среди восточных биби. На дне коробки лежало что-то похожее на грязную тряпку. Но быстрый глаз Алисии заметил в этой тряпке европейскую ткань. «Что это?» – спросила леди, указывая на тряпку. Вопрос, по-видимому, не был понят. Во всяком случае, она не получила ответа. Алисия протянула свою украшенную драгоценностями руку, к удивлению Доропти, вытащила грязную вещь из скатулки. Это была часть детского носка. Из него что-то выпало на пол. Алисия не смогла сдержать возгласа удивления и восторга. «Это был черный медальон в форме сердечка!» Доропти наклонилась, чтобы поднять его. Но нетерпеливая леди оказалась проворнее нее. От волнения у Алисии перехватило дыхание. Она действительно держала в руке две вещи, которые могли бы доказать другим тот факт, в котором у нее было теперь никакого сомнения. «Преми была ее двоюродной сестрой!» «Теперь он у меня! Я ни за что не расстанусь с ним!» Думала Алисия, мельком увидев, что на медальоне есть надпись, а на носке инициалы, вышитые красной нитью. «Отдай!» Закричала Доропти. Алисия крепко сжала медальон в руке. Правой она расстегнула свою серебряную брошь и протянула ее Доропти. «Обмен, обмен!» предложила она. Рвение Алисии было направлено на то, чтобы защитить полученный объект. Ее волнение пробудило в индусах подозрительность и алчность, которые имеют власть над восточными народами. «Почему мэм желает этот маленький черный амулет?» «Здесь должно быть колдовство!» «Это заклятие, чтобы сделать нас всех карани, христианами!» сказала Доропти. «Я скорее брошу черную штуку в колодец, чем позволю ей попасть в руки Ференги, европейки!» «Это не принесло удачи, когда было у девчонки!» воскликнула одноглазая Джайди. «Возможно, это как-то связано со смертью мужа Преми. Пусть заберет черный амулет!» «Часовые, ты ничего не знаешь!» закричала Доропти, и между двумя женщинами началась ссора, продолжавшаяся таким пронзительными громкими криками, что Алисии хотелось заткнуть уши. Индуистская Биби в порыве страсти могла бы выделиться своим криком среди женщин любой другой национальности в мире. Чан Кор, будучи менее вспыльчивой по натуре и, возможно, менее суеверной, чем другие, была более склонна заключить выгодную сделку с невежественной мем-сахибой. Она сообразила, что ей явно приглянулось черное украшение, старое, поврежденное и не имеющее для них никакой ценности. Алисия, смущенная и перепуганная, все же решила, чего бы то ей не стоило сохранить медальон. Чан Кор поняла это и увидела свое преимущество. Леди, желавшая обменять одну драгоценность на другую, была вынуждена предлагать цену все выше и выше. Наконец, даже сварливые женщины прекратили ссориться, чтобы посмотреть, как далеко зайдет английская леди. Брошь Алисии была отвергнута. Она была готова добавить к ней серги, затем серебряную пряжку, которая застегивала ленту. Но все предложения были отвергнуты. Доропти и Джайди продолжали повторять слово «джадугари» — колдовство. Алисия не знала значения этого слова, но она увидела, что Биби связывает его с медальоном. Она подумала, что это, вероятно, слово, которым называются медальоны. — Оставьте мне, Джадугари, — сказала она, — и возьмите вот это. Она протянула им серебряную цепочку. — Это Джадугари! Она признается в этом! Она ведьма! — воскликнула Доропти, отпрянув, как будто цепь была змеей и могла ее укусить. Но жадные глаза Чанкор, правительницы Зинаны, были прикованы к золотому браслету в виде змеи с бриллиантами глазами. Браслет был самым дорогим украшением, которым обладала Алисия. Он был свадебным подарком, присланным из Англии. — Отдай вот это! Вот это! — потребовала индуистская Биби. — И держи черную штуку, которую держишь в руке. Алисия, испытывая глубокое отвращение, к подлой жадной женщине покачала головой и поднялась черпай, на котором сидела. — Верни амулет! — закричала Доропти, внезапно осознав, что пока она ссорится с Джайди, причина спора может исчезнуть. — Верни амулет! — повторили несколько голосов. Алисия крепче сжала медальон. Это была собственность ее двоюродной сестры. А не их. Она никогда не отдаст его никому, кроме законной владелицы. Из сердца англичанки вырвался крик о помощи свыше. Она сделала шаг вперед. Сильные смуглые руки схватили руки леди. У нее не было сил сбросить их. Она была беспомощна, как голубка в когтях сокола. «Дай браслет!» — закричала Чанкор. Быстрым, внезапным движением Алисия сняла драгоценность и отшвырнула ее в самую дальнюю от двери сторону. Это была приманка, и на нее клюнули. Все бросились в том направлении. Алисия была свободна. Освободилась от цепких рук, которые держали ее, как в тисках. Она воспользовалась моментом и бросилась к двери, которая открывалась на лестницу, даже не остановившись, чтобы попрощаться. Она бы забыла свой зонтик, если бы интуитивно не ухватилась за него, как за оружие защиты. Алисия так поспешно бросилась вниз по лестнице, что в спешке чуть не упала. Она слышала, как Биби наверху ссорится из-за драгоценности, которую она бросила. Они все хотели ее, но она могла достаться только одной. Задыхаясь от волнения и жары, Алисия промчалась сначала по внутреннему, затем по внешнему двору. Свою драгоценность, черный медальон и грязную тряпку она спрятала внутри своего свадебного платья над сердцем. Девушка очень боялась, что в спешке может уронить то, что ей досталось так дорого. Неприятности Алисии не закончились даже тогда, когда она с чувством облегчения прошла через последнюю дверь и оказалась за пределами крепости. Ее маленькие доли были на том месте, где она их оставила. Но, к своему крайнему ужасу, Алисия не увидела ни Робина, ни Кахаров. «Где они могли быть?» Напрасно леди громко звала, напрасно она глядывалась по сторонам. Никто не отвечал и никто не появлялся. «Что мне делать?» Воскликнула несчастная девушка. «Я не могу вернуться домой, если меня некому будет нести». Дрожащая и растерянная Алисия в своем свадебном платье стояла совершенно одна. До нее доносились шумные голоса, как из крепости, так и из соседнего туземного города. Она одинаково боялась возвращаться в первый или пытаться пройти через другой. Над ней сияло паляющее солнце, и к другим тревогам добавились страхи перед солнечным ударом. Это был самый несчастный момент, который Алисия когда-либо испытывала в своей жизни. Никогда прежде ей не приходилось переживать такого чувства беспомощности и одиночества. «Я должна как-то вернуться домой», — пробормотала она снова и снова, оглядываясь по сторонам в поисках своих неверных кахаров. «Кто-нибудь может напасть на меня из-за моих драгоценностей, а я совершенно беззащитна. О, Робин, Робин, почему ты так бросил меня? Я должна попытаться вернуться пешком, но не через город». «Ой, не через город, хотя я полагаю, что это самый короткий путь. Я должна идти по другой дороге, но я не уверена, в каком направлении находится наша бунгало. Как будет ужасно, если я сверну не туда. Но я не могу стоять спокойно под этим палящим солнцем. Я слышала, что, подвергаясь воздействию его лучей, безопаснее идти, а еще лучше бежать. Но если я побегу, то привлеку больше внимания, и, возможно, буду быстрее удаляться от своего дома. «Ой, если бы только у меня был кто-нибудь, кто мог бы защитить и направить меня!» — воскликнула бедная молодая жена. Звук ее собственных слов, казалось, упрекал ее в недостатке веры. Алисия поняла, что жаждет поддержки земной руки, и в ужасе забывала о той руке, которая всегда протянута, чтобы помочь слугам Божьим. «Маловерный! Зачем ты усомнился?» — промелькнула в памяти Алисии. Ее горестные восклицания теперь приняли форму молитвы. «Господи, спаси меня! Помоги мне! Направь меня!» — повторяла она снова и снова. Ускоряя свой шаг. Неровная дорога портила ее обувь и причиняла боль. Произнесение этой бессвязной молитвы она обрела утешение. Девушка понимала, что куда бы она ни пошла, она была под защитой. Алисия почти не оглядывалась по сторонам. Она боялась встретиться с любопытными взглядами туземцев, которых могла встретить по дороге. Но на этой дороге ей встретилось очень мало людей. Проходил бродячий факир. Несколько крестьян пропалывали поля, на которых посевы почти созрели. Урожай обычно собирает в апреле. Никто не обращал внимания на странную путницу. Наконец, Алисия добралась до места, где дорога разделялась. Перед ней было два пути. Оба одинаково пыльные и знойные, и она не знала, по какому из них идти. Растерявшись, девушка остановилась. Снова с ее губ вознеслась молитва о водительстве. Она повернула направо. Перед ней простиралась длинная прямая дорога, белая от пыли и яркого света, окаймленная кактусами. На этой дороге, к невыразимой радости и облегчению, она увидела силуэты, которые сразу же узнала. Они были повернуты к ней спиной и находились на значительном расстоянии. Алисия сразу узнала коричневую тату, на котором сидел ее свекор. Рядом с ним была дорогая ей высокая фигура мужа в солнцезащитной шляпе. Взволнованная Алисия побежала вперед, пытаясь крикнуть на бегу. Но голос и дыхание подвели ее. И она смогла только выдохнуть. «Карольд! Карольд!» Голос был слишком слабым, чтобы достичь слуха мужчин. Алисия побежала дальше. Затем остановилась, чтобы позвать снова. Ее сердце билось так сильно, что она прижала к нему руку, чтобы немного унять его. Третий отчаянный крик сорвался с ее пересохших губ. На расстоянии, разделявшем их, он был не слышен никому, кроме Гарольда. Чуткое ухо любящего мужа уловило звук милого знакомого голоса. Гарольд обернулся, увидел свою жену и поспешил ей навстречу, с выражением удивления, тревоги и почти ужаса на белом лице. Увидев Алисию одну, странно одетую и сильно взволнованную, у молодого человека мелькнуло ужасное подозрение, что солнечный удар помутил разум его бедной жены. Никак иначе Гарольд не мог объяснить, почему нашел ее такой. Она была далеко от дома, без сопровождения, одетая в свадебное платье и бегущая так, словно ее жизнь была в опасности. Гарольд поспешил ей навстречу, и бедная и испуганная голубка бросилась в его объятия. У него на груди она разразилась страстным потоком слез. Это еще больше стревожило мужа, который принял выражение радости и облегчения за выражение страдания. Лицо Алисии покраснело от напряжения, вызванного бегом по жаре. Ее хрупкое тело сильно дрожало. Но даже в этот момент в ее всплихивающих словах звучал торжественный тон. «Он у меня!» «Он у меня!» «Я спрятала его у себя на груди!» «Что у тебя, любовь моя?» «Милая моя!» Спросил Гарольд, но не стал настаивать на ответе. Его единственной мыслью было, как безопасно доставить свою больную жену домой. Мистер Хартли обернулся, чтобы увидеть причину внезапного ухода Гарольда. Он подъехал к тому месту, где стояли его сын и Алисия, разделяя удивление и тревогу сына. Миссионер с энергией юноши соскочил с своего пони и велел Гарольду посадить на него Алисию. Гарольд поднял в седло взволнованную жену. Словно испуганному ребенку он говорил ей нежные слова утешения. Очень медленно и осторожно группа направилась домой. Гарольд держал белый зонтик над головой своей жены. Он не задавал никаких вопросов. Как только приступ плача закончился, и Алисия отдышалась, ей не терпелось рассказать о своих приключениях. «Вы удивляетесь, видя меня в таком странном наряде?» Но Робин сказал, что мой лучший шанс попасть в Гарем — это пойти в свадебном наряде. «Как нелепо я, должно быть, выгляжу!» «Как это Робина я должен благодарить за это!» — возмущенно воскликнул Гарольд. «Я позабочусь о том, чтобы больше не оставлять тебя на попечение такого безмозгого парня». «Но Робин был прав, совершенно прав!» — засмеялась Алисия. «Я действительно попала в крепость и забрала медальон из рук индуистской Бибии. — Какой медальон? Ты говоришь загадками, любовь моя!» «Ой, я забыла, что вы ничего не слышали о черном медальоне в форме сердечка. Точно таком же, как тот, который ты видел у меня на шее в первый день нашей встречи. В тот день, когда Апрэйми привезли в форт, у нее была точно такая же копия. Робин и я подумали, что если бы мы только могли завладеть им, мы могли бы с его помощью доказать, что она моя двоюродная сестра», — лицо Гарольда просветлело. Невыносимая тяжесть страха, что жена потеряла рассудок, спала с его сердца. Мистер Хартли, так же жадно, как и его сын, выслушал полный эмоциональный рассказ Алисии о посещении Гарима. Гарольд смеялся над торгом из-за медальона, и, когда услышал о том, как она выбросила браслет, который произвел такой счастливый эффект, муж воскликнул с гордым восторгом. «Моя благородная женушка, мое сокровище, ты заслуживаешь носить драгоценный алмаз на своей руке!» Похвала мистера Хартли была почти такой же сердечной, как и похвала его сына. «Очень храбро с твоей стороны», — сказал он. «Наша Алисия просила мудрости и мужества, и оно было дано ей в трудную минуту». «Да», — серьезно сказала Алисия, «я все время чувствовала поддержку, иначе я бы никогда не добилась успеха. Разве не милосердие, что вы проходили по дороге в тот самый момент, когда я не знала, куда повернуть?» «Если бы наш отъезд из лагеря не задержался из-за того, что я проспал», — заметил мистер Хартли. «Мы были бы в бунгало за несколько часов до этого». «Вы выглядите таким уставшим и больным», — воскликнула Алисия. «Я не могу ехать верхом в то время, как вы идете пешком. Я гораздо больше предпочитаю идти пешком. Дитя мое, на мне ботинки, а твои маленькие туфельки изрядно пострадали на почетной службе», — отшутился он. «Робин никогда больше не будет придираться ко мне из-за них», — сказала Алисия. «Что для меня непонятно, так это сегодняшнее поведение Робина», — произнес Гарольд с оттенком недовольства в голосе. «На него так не похоже поставить сестру в трудное положение, а потом, пообещав быть рядом, бросить ее». «Почему-то кахары тоже убежали», — добавила Алисия. «Должно быть, произошло что-то очень странное». «Тайна скоро прояснится», — заметил мистер Хартли. «Бунгало уже видно». «Разгадку этой тайны мы узнаем в следующей главе». Глава пятнадцатая. Борьба. Когда Алисия отправилась в крепость в поисках черного медальона, Робин, держа доли в поле зрения, отошел на небольшое расстояние, где была менее подверженность наблюдению. Там, под деревом, имеющим форму зонтика, был колодец, снабжавший обитателей форта водой. Вода, как это часто встречается в Индии, поднималась с помощью персидского колеса. Это приспособление никогда не видели в Англии, но оно знакомо жителям Востока. Два вала, запряженный вал, прикрепленные к большому колесу, ходили вокруг колодца, заставляя колесо вращаться. По его окружности висела гирлянда маленьких глиняных горшков. Когда большое колесо поворачивается, его нижняя часть проходит через колодец. Горшки, которые находятся внизу, погружаются в воду и таким образом обязательно наполняются. Вращение колеса поднимает полные сосуды все выше и выше, пока каждый по очереди не достигнет точки, где поворот колеса выливает всю воду, содержащуюся в горшке, деревянная корыта. Вода вытекает по желобу, питает крошечный ручеек для орошения полей или удовлетворения личных потребностей людей. Для Робина такой способ подъема воды с помощью персидского колеса не был чем-то новым. Сейчас же, когда он стоял и ждал, у него было достаточно времени, чтобы понаблюдать за простым приспособлением, и вращающееся колесо с его наполняющимся и опорожняющимися ковшинами превратилось в его уме в притчу. Эти валы ходят круг за кругом, на изнурительной работе, поднимают воду для других, возможно, сами страдая от жажды. Они подобны нашим обществам, нашим секретарям и комитетам, трудящимся в милой Англии, чтобы повернуть колесо миссии. Все эти маленькие кувшины – эмблемы самих миссионеров. Эту с отбитым краем я приму за прообраз самого себя. Вот ты опускаешься. Опускаешься, маленький сосуд. Здесь нужно смирение. Будешь держаться высоко, в тебя не сможет попасть ни одна капля воды. Прежде чем подняться, ты должен спуститься. Но вот мой кувшин исчез в колодце. Он как бы потерян для своей работы. Но это время наполнения маленького сосуда. Вот он. Я снова вижу его, мокрого, блестящего, но полного. Он поднимается, чтобы опустошить себя от своих сокровищ, посылать плодородие в поля и уют в дома, чтобы заставить сухие борозды улыбаться в ожидании будущего урожая. Кувшин – всего лишь простая, жалкая, глиняная вещь. Но он все же имеет свое применение в мире. Он символ слабых мужчин и женщин, которых Бог использует, чтобы донести до жаждущих язычников воду жизни, знания спасителя. Робин в последнее время не только много думал, но и много писал. Его перо, как он говорил о себе, занимает место жены. Он был так полон своих маленьких аллегорий, которые придумывал, что мог бы превратить их в поэму. Юноша не заметил приближения группы мужчин, пока один из них внезапно не обратился к нему. Оторвав взгляд от персидского колеса, Робин узнал в красиво одетом туземце, стоявшем рядом с ним, Токар Даса – вождя, правившего крепостью. Индус не приветствовал англичанина, как того требует вежливость. В тоне и манерах вождя было что-то дерзкое, когда он резко спросил, «Где крепа Дэ?» «Почему ты спрашиваешь меня?» – спросил Робин, озадаченный внезапным вопросом. «Потому что ты наверняка знаешь, ты и твой брат вели парня в заблуждение, вы околдовали его, вы его уже крестили?» «Нет», – последовал краткий ответ. «Вы заставили его нарушить свою касту!» «Он ел с вами?» – спросил сердитый индус. «Какое ты имеешь право спрашивать?» – спросил Робин. «Разве я не его отец?» – воскликнул Токар Дас. «У крепа Дэ нет ни отца, ни матери», – сказал Робин. «И он в том возрасте, когда сам может выбирать». «Ему еще нет четырнадцати лет», – воскликнул индус. «Крипа Дэ исполнилось восемнадцать лет. Никто не знает этого лучше тебя», – сказал возмущенный Робин. «К счастью, его Джанам Патри, гороскоп, у нас». «Ты видел его?» – воскликнул Токар Дас. «Значит, парень прячется у вас?» Робин молчал, так как не мог отрицать факта. Вождь подал сигнал как голосом, так и поднятой рукой группе людей, которых он оставил по дороге, ведущей к бунгалу миссии на расстоянии примерно пятидесяти ярдов. «Вперед! Схватите Крипа Дэ!» – крикнул Токар Дас. В одно мгновение группа индусов бросилась в направлении дома мистера Хартли, чтобы выполнить приказ своего вождя и схватить опозоренного и униженного Брамина. Некоторые из этих индусов были вооружены палками и дубинками, но если бы у них были мечи и пистолеты, Робину было бы все равно. У него была только одна мысль. «Крипа Дэ в опасности! Я должен предупредить его! Индусы побежали раньше меня, но я буду в бунгало прежде их!» Робин помчался со всех ног. Кахары Алисии, жаждущие, как и все уроженцы Индии, увидеть Тамаша, происходящее, покинули доли и поспешили в том же направлении. Другие индусы бежали быстро, но с горящим сердцем и ногами быстрее ветра Робин на полпути обогнал их, едва не получив тяжелый удар дубинкой. Задыхающийся и обливающийся потом юноша, подбегая к бунгало, закричал, чтобы его крик был услышан внутри. «На крышу! Крипа Дэ!» У него не хватило силы и дыхания, чтобы сказать больше. Для новообращенного было слишком поздно бежать, но он мог подняться на крышу. Робин решил занять свою позицию на крутой узкой наружной лестнице. Он хотел обеспечить хорошую защиту от атакующей толпы. «Я думаю, что смогу держать волков на расстоянии, по крайней мере, до прихода моего отца и Гарольда. Они мне помогут!» – пробормотал Робин. Крипа Дэ побежал на крышу. Робин крикнул ему, чтобы он лег плашмя, чтобы избежать града камней, которые преследователи, вероятно, будут в него кидать. Робин схватил топор, оставленный на куче бревен, которым слуга рубил дрова. В сильной энергичной руке юноши это оружие было грозным. Робин поднялся по крутой лестнице, занял позицию на одной из верхних ступенек и с вызовом ждал ожидаемого напора людей снизу. Индусы посмотрели вверх, но не пытались приблизиться на расстояние взмаха топора. Никто не хотел первым столкнуться с бесстрашным юношей. Внизу произошло быстрое совещание. Робин не мог слышать произнесенных слов, но вскоре он увидел их эффект. Примерно половина индусов отделилась. Молодой Хартли знал, что в бунгало нет внутренней лестницы, и поэтому считал, что единственный способ добраться до внобращенного на крыше это пройти мимо или через него. Но Робин забыл, что в бунгало Алисия была отдельная внешняя лестница, и что дома были так близко друг к другу, что фактически образовывали одно целое. Робин вспомнил о своей оплошности, увидев темные фигуры, бегущие по плоской крыше дома своего брата. Молодой человек не мог охранять две лестницы одновременно, поэтому бросился на свою крышу с намерением защищать Крепа Дея до последнего. Он увидел, как бедный молодой новообращенный борется с дюжиной темных рук. Больше Робин ничего не видел, потому что сам был сражен дубинкой, уложившей его без чувств на плоскую крышу. Он лежал, истекая кровью, и не осознавая всего, что происходит вокруг него. Когда бедный юноша пришел в себя, то обнаружил, что место покинуто. Новообращенного, очевидно, утащили. И все, что он сам получил от короткой борьбы за спасение Крепа Де, это боль в голове, из которой по его лицу и одежде текла кровь. Робин приподнялся и сел. Затем встал на ноги и огляделся. Чувствуя тошноту, головокружение и слабость, он направился к лестнице. Спускался он по ступенькам гораздо медленнее, чем поднимался по ним. Как раз в тот момент, когда он добрался до платформы внизу, прибыли его отец и остальные члены семьи. Увидев состояние бедного младшего брата, Алисия воскрикнула. «Мой мальчик, что случилось?» В тревоге воскликнул мистер Хартли. «Крепа Де, утащили!» – последовал ответ. Робин не думал ни о чем другом. «А ты?» «Да я ничего. Какой же я болван, что забыла второй лестнице!» «Твою рану нужно немедленно перевязать!» – произнесла Алисия. «Это ничего, просто удар. Нам необходимо спасти бедного Крепа Де!» Робин был в таком нетерпеливом настроении, что едва согласился на то, чтобы его рану помыли и перевязали. Гарольд выполнял роль хирурга, а Алисия – медсестры, обматывая голову брата своим тонким белым шарфом. «Ох, Алисия, твое платье испачкано кровью! Оно теперь будет совершенно негодным!» – воскликнул Робин. «Мое платье отслужило свое назначение!» – ответила Алисия. «Через него я заполучила черный медальон!» «Ах, получила черный медальон!» – воскликнул Робин. Скачив на ноги, он, словно ребенок, от радости захлопал в ладоши. «Я сейчас же немедленно напишу, мистер Толл, об этом жестоком трусливом нападении на моего сына», – сказал мистер Хартли. «И о насильственном похищении одной из поданных ее величества. И добавь, что доказательство идентичности премии с Мирандой Макфинис, двоюродной сестрой моей жены, находится в наших руках», – заметил Гарольд. «Напиши, что Алисия заполучила черный медальон, который в точности похож на тот, что принадлежит ей!» «Расскажите о кусочке детского носка», – добавила Алисия, – «и что на нем есть инициалы ММ». «Покажи мне эти вещи!» – взмолился Робин. «Садись! Садись!» – сказал Гарольд. «Мы не должны оставлять конец шарфа, чтобы он свисал, как лента, вместо того, чтобы перевязывать твою бедную разбитую голову». «Если будешь вести себя тихо, как разумный парень, Алисия покажет нам свои военные трофеи». Передавая из рук в руки, все с большим интересом рассматривали черный медальон и кусочек носка. Оба пострадали от времени и грубого обращения, но надпись на медальоне «Е.Т. 1856» была разборчивой, как и вышивка на носке. Мистер Хартли, осмотрев эти реликвии, сел за свой стол и написал краткий и убедительный отчет о нападении на Крепаде, о ранении, полученном Робином, и о том, каким образом доказательства личности мисс Миранды Макфинис попали в руки миссионеров. «Несомненно, надлежащие расследования выявят другие и еще более убедительные доказательства», написал господин Хартли в заключение. Своё письмо он отправил сразу же. «Алисия, ты справилась со своей частью дела гораздо лучше, чем я со своей», сказал бедный Робин. Под импровизированным живописным тюрбаном у него сильно болела голова. «Э, ты вдохновил меня на подвиг», ответила Алисия. «Я трусишка, и ни за что бы не отважилась войти в крепость, если бы ты не предал мне мужества и не помог своими советами и молитвами». «Наша экзотика храбро поднялась», – сказал Робин, глянув на отца. «Разве я не предсказывал, что она скоро будет улыбаться всем нам сверху?» Глава шестнадцатая «Воды! Воды!» Крепаде, оказавшийся в руках своих врагов, сначала отчаянно сопротивлялся, а затем уступил силе, которое не мог превзойти. Его потащили в сторону крепости. Выбирая короткий путь, бандиты пошли через город. Толпа возбужденных индусов увеличивалась по мере того, как группа продвигалась. Дикие крики и вой раздавались со всех сторон. Время от времени беспомощному пленнику наносили удары. Это заставляло его остро ощущать, что он полностью находится во власти суеверных фанатиков. Для них нарушение касты, особенно броминам, казалось ужасным преступлением. Крепаде стал объектом презрения для тех, кто еще вчера падал ниц у его ног. Пойманный юноша не пытался обратиться к толпе. Его голос затерялся бы в шуме, но он вознес свое сердце в безмолвной молитве. Молитва была не столько об избавлении, сколько о силе сохранить верность до самой смерти. Крепаде знал, что ему может предстоять ужасное испытание. Оказавшись в стенах крепости, ему, возможно, придется вынести то, чего боится природа. Он не верил в свою способность вынести это. Но бедный парень в своем несчастье положился на силу, превосходящую его собственную. «Господи, не дай мне отречься от Тебя! Позволь мне скорее умереть, чем отречься от Тебя!» Безмолвно, но горячо умолял юноша. Это был крик страха и молитва веры одновременно. Не всем из возбужденной толпы разрешили войти во двор крепости. Из тех, кто все же протиснулся внутрь, лишь немногим разрешили пройти через вторую дверь. Которая вела в женские покои, составляющие самую уединенную часть здания. В эту часть Токар Дас решил привести своего пленника. Мольбы, упреки и проклятия женщин, по его мнению, с большей вероятностью могли поколебать решимость отступника. Чем угрозы и даже насилие мужчин. Крипаде грубо толкали вверх по крутой темной лестнице. Оказавшись на верхней веранде, он встретился лицом к лицу с гневом и оскорблениями женщин, а также должен был ответить на строгие допросы вождя крепости. «Где ты был с тех пор, как покинул нас под предлогом совершения паломничества?» «С друзьями», — ответил Крипаде, как только смог говорить. «Друзья, мясоеды, убийцы священной коровы! Ты ел с ними, мерзкий негодяй! Ты осквернил лица своей семьи, опозорил свою умершую мать и бросил пыль на могилу отца, приняв пищу с нечистыми!» Крипаде не отрицал обвинения. Его молчание вызвало яростный шквал оскорблений со стороны Даропти и других женщин, которые обрушились на вобращенного с эпитетами слишком мерзкими для повторения. Наконец-то Кардас взмахом руки приказал замолчать. Вож любил мальчика и гордился красивым мальчиком, которого усыновила его жена. Индус не терял надежды вернуть Крипаде к вере своих отцов. Путь возвращения не так сильно заблокирован сейчас, как это было раньше против оставивших индуистскую религию. «Слушай меня, о сын, шиф Прасада!» воскликнул Такардас. «Ты был околдован английским колдовством и безумно отбросил привилегии своего высокого происхождения. Но богов еще можно умилостивить и восстановить броминство. Святые воды Ганга, проглатывание пяти священных продуктов коровы с большими подношениями, которые я сделаю для тебя во многих храмах, твои собственные паломничества, посты и омовения все еще могут вернуть тебя на высокое положение, с которого ты упал. «Если только ты поклянешься святым богам отречься от веры христиан!» «Я скорее расстанусь со своей жизнью, чем со своей верой!» воскликнул молодой кашмирец. Его светлые щеки плали, а губы дрожали. Это заявление возобновило безжалостный шквал оскорблений и издевательств. Доропте сняла свой тапок и ударила им юношу по лицу. «Почему вы так со мной обращаетесь?» воскликнул Крепаде. «Я никому не причинил зла, никого не обидел. Я в том возрасте, когда можно выбирать свою собственную религию. Английский сикхар защитит меня!» «Ты ребенок! Тебе нет еще четырнадцати!» воскликнула Чанкор с бесстыдной наглостью, часто проявляемой в таких случаях. «Я могу поклясться, что десять лет назад ты был младенцем на моих руках!» «Мы можем привезти дюжину свидетелей!» поддержал Токкардас. «Мы сделаем это, если дело дойдет до суда!» «Усахиба есть мой Джанам Патри!» «Бумага о рождении», — сказал молодой Брамин. Это возобновило бурю оскорблений. «Твоя священная нить тоже усахиба!» почти визгнула тетя налобращенного. Крепаде собирался сказать «нет», потому что отдать свою нить пожирателю говядины было бы в глазах семьи преступлением, подобным отцеубийству. Но юноша вспомнил, что Робин говорил ему о лжи. Поэтому он сжал губы, чтобы сдержать слово, и молчанием выразил согласие. Снова Даропти ударила его по лицу, а Джайди плюнула в Брамина. Прошло около часа, ужасного часа, в течение которого Крепаде подвергался самым грубым оскорблениям. Затем Токардас и его многочисленные слуги покинули женскую часть здания, тщательно заперев за собой дверь в верхней части лестницы. Дверь соединяла Зинану с нижней частью крепости и двумя дворами, которые неоднократно упоминались. Поскольку было уже не так жарко, большинство женщин поднялись по внешней лестнице на верхнюю террасу, которая также находилась в отведенных им помещениях. Там, сидя на открытом воздухе, они пряли или готовили овощи для вечерней трапезы, которую они еще не начали готовить. Чан Кор осталась рядом с Крепаде. Время от времени крупные слезы раздражения и печали капали из ее глаз. С ее губ слетали слова. «О, если бы ты умер, прежде чем твои губы смогли заговорить! Если бы задушили тебя в младенчестве! Теперь ты мертв, отрезан! Ты подобен дохлой собаке, раздавленному червю! Ты ниже праха земного! О, мой Господь! Ты за меня перенес позор и поношение!» Думал бедный новобращенный. «Разве ученик не должен страдать, как учитель?» Проходили часы. Мучительные часы. Жара была невыносимой. От лихорадочного возбуждения во рту Крепаде пересохла, и он страстно желал утолить жажду. Юноша направился к медному сосуду, в котором, как он знал, была вода, и собирался налить немного себе в руку. Чанкор, вскочив, сердито опрокинула сосуд и опорожнила его содержимое. «Кто потом станет пить из сосуда, оскверненного твоим мерзким прикосновением?» воскликнула она. «О, мать! Мать! Неужели у тебя нет сострадания?» воскликнул Крепаде, обращаясь к Чанкор этим самым нежным именем, чтобы тронуть ее сердце. «Неужели ты хочешь позволить единственному ребенку сестры, которую ты любила, умереть от жажды посреди изобилия?» Крепа знал, что настало время вечерней трапезы. Чанкор несколько мгновений строго и пристально смотрела на своего племянника, а затем сказала, «Нет, сын Мехтаб Кор не умрет от голода или жажды. Я пришлю тебе еду и воду руками Митрани. Подметальщика самое не шокастое. Ешь, пей и будь вдвое сквернен». «Не руками Митрани!» произнес Брамин, когда его тетя ушла, чтобы подняться по лестнице на верхнюю крышу, откуда теперь доносился приятный аромат кури. «Митрани!» повторила Чанкор, поворачиваясь, чтобы бросить презрительный взгляд. «Ты годишься только, чтобы общаться с Мехтарами!» Непосвященный человек вряд ли поймет то крайнее отвращение, с которым индус из высшей касты смотрит на Мехтара. Все вынуждены пользоваться их услугами, но Мехтар является мусорщиком в доме и считается нечистым, как стервятник. Пища, которой прикасался Мехтар, выбрасывалась. Некоторые брамины скорее умрут, чем съедят ее. Крепаде еще не избавился от всех предрассудков своей касты. Подобно некоторым местным христианам, даже занимающим определенное положение в церкви, он с отвращением избегал любого контакта с кем-либо из касты Мехтар. Считалось, что исчезнувший новобращенный тихо умер от голода в своем доме, не желая скверниться от Мехтара. Но разве по-христиански презирать человека, созданного Богом, размышлял Крепаде, оставшись один, разве Иссахиб не говорил мне, что Петру запрещено называть кого-либо нечистым? Ведь Христос умер за грешников, как за браминов, так и за Мехтаров. Принять воду от Метрани, когда я умираю от жажды, совсем не сквернит меня. Я буду пить ее и благодарить за нее Бога. Бедному Крепаде казалось, что воды он больше никогда не дождется. Ждать ему пришлось долго. Пока наверху ели и пили, женщина и девушки смотрели вниз на пленника и со смехом спрашивали, проголодался ли он? Солнце к этому времени уже зашло, и на небе одна за другой появлялись маленькие тусклые звездочки. Затем женщина из низшей касты, как и угрожала Чанкор, держа в одной грязной руке Чапатей, преснули пешку, а в другой глиняный сосуд спустилась по наружным ступеням. Не говоря ни слова, она положила то, что принесла, затем мгновенно исчезла. Метрани никогда не позволялось ночевать в городе, а тем более в крепости. Так как Токар Дас закрыл единственную дверь, ведущую на нижнюю лестницу, то уборщица таким образом случайно оказалась своего рода пленницей. В этом месте ей не разрешили бы готовить еду, а тем более есть ее. «Я не могу прикоснуться к Чапате, и я слишком несчастен, чтобы быть голодным», подумал Крепаде. «Но вода!» «Ох, вода!» Измученный жаждой пленник нетерпеливо схватил глиняный сосуд и уже собирался осушить его, когда увидел на террасе над собой лицо. Оно было бледное от ужаса, с расширенными от страха глазами, и услышал голос, голос преми, громко предупреждавший. «Не пей! Вода отравлена!» Крепаде скачал на ноги и бросил сосуд с его содержимым через низкие перила во двор внизу. Он ни на мгновение не усомнился в правдивости предупреждения. Подруга его детства по играм никогда не обманула бы его. Было вполне вероятно, что семья предотвратит позор его крещения, совершив тайное убийство. Но как Крепаде мог избежать двойной опасности, умереть от жажды или от яда, бедный юноша бросился к двери на верхней площадке внутренней лестницы в безумной надежде найти ее незапертой или открыть отчаянным усилием. Увы, она была плотно закрыта и не поддавалась никаким человеческим усилиям взломать ее. Оставался только один отчаянный путь, и новобращенный воспользовался им. Он перепрыгнул через перила во двор, сделав чудовищный прыжок, на который никто не рассчитывал. Крепаде показалось, что он чудом приземлился на землю невредимым. Но у него не было времени на раздумья. В одно мгновение он бросился во внешний двор. Он не пытался открыть дверь, ведущую из крепости. Молодой, прыткий и отчаянный Крепаде выбрал более короткий путь к спасению, перепрыгнув через стену. Он хорошо знал, что его будут преследовать. Послышались пронзительные крики женщин на крыше, видевших его побег. Они мгновенно подняли тревогу. Из той части, где мужчины ели и курили, выскочили разъяренные преследователи. Но Крепаде боялся за свою жизнь. Ужас ускорил его шаг, и, в отличие от Алисии, юноша хорошо знал дорогу к бунгало-миссии. Он мог добраться до нее с завязанными глазами. Семья в бунгало очень устала от необычного волнения этого дня. Робина лихорадила от раны. А Алисию, подвергнувшейся столь напряженным волнениям, усталости и перегрева просто валило с ног. Все решили лечь спать пораньше, чтобы отдохнуть. Как обычно, они собрались, чтобы прочитать Слово Божие и вместе помолиться. «Мы не забудем помолиться за нашего бедного Крепаде», сказал Робин, опускаясь на колени. Как раз, когда он произносил его имя, бледный, запыхавшийся юноша ворвался в комнату и опустился у его ног. «Закрой дверь! Запри ее! Его наверняка будут преследовать!» воскликнул мистер Хартли. Гарль мгновенно закрыл дверь и запер все. «Воды! Воды!» слабо произнес наобращенный. Алисия быстро подала беглецу воду. «Меня преследуют!» выдохнул Крепаде, опустошил стакан. «Меня пытались отравить, но преми предупредила меня. Боюсь, что ей это дорого обойдется». «Надеюсь, что ей недолго быть в руках врагов», сказал Гарольд. Пока он говорил, громкие, сердитые голоса снаружи и сильное сотрясение двери, сопровождаемое яростными ударами, свидетельствовали, что прибыли преследователи. «Дверь недостаточно прочная, чтобы выдержать такой напор», воскликнул Робин. Схватив палку, которая была под рукой, он выглядел готовым к еще одной битве. Гарольд подошел к закрытой двери. Его громкий голос был ясно слышен сквозь грохот яростные требования впустить. «Все отойдите!» произнес он. «Такардас! Ты знаешь, что значит ворваться в дом англичан!» «Дай, Крипаде!» «Выдайте негодяя и отступника!» кричали индусы. Затем последовало короткое затишье, возможно, в ожидании ответа. «Мы никогда не отдадим его, разве только ценой наших жизней», твердо сказал Гарольд. «Если вы считаете, что имеете право посадить его в тюрьму и отправить, передайте дело в суд. Комиссар будет здесь завтра». Это заявление поразило индусов, испытывавших немалый страх навлечь на себя гнев Сиркара, правители. Такардас и его сообщники знали, что два нападения на жилище одного из представителей правящей расы скорее всего приведут к серьезным последствиям, с которыми они не хотели сталкиваться. Гарольд, ты не хочешь сказать им, что у нас есть доказательства того, что премия английского происхождения? «Нет!» Почти на одном дыхании воскликнули оба брата, старший добавил. «Если они узнают об этом втором обвинении, выдвигаемом против них, бедная премия, скорее всего, таинственно исчезнет. Мы даже не сможем предъявить на нее права». «Вы думаете, индусы ушли?» спросила Алисия. После ужасного шума наступила удивительная тишина. «Они ушли, как сбитые стоку гонщи», ответил Робин, выглянув наружу. «Мы собирались преклонить колени, чтобы помолиться», заметил мистер Хартли. «Давайте сделаем это сейчас, и в наших молитвах вознесем Господу хвалу и благодарность». Сегодняшний день был день чудных милостей. В доме миссионеров зазвучали горячие молитвы и благодарения. После того, как все поднялись с колен, Робин предложил. «Я посижу сегодня ночью, эти шакалы могут вернуться за своей добычей». «Ты посидишь? Да ты выглядишь, как привидение», возразил Гарольд. «Ты храбро выполнил свою роль, старина, и не оставил своему старшему брату ничего, кроме должности Чанкидара, сторожа. В эту ночь мы все должны оставаться в доме, но чтобы избежать удушья, дверь должна быть открытой. Я обещаю, что не усну на своем посту». Гарольд сдержал свое слово, наблюдая до утра, но нападение на бунгало не повторилось. Глава 17. Комиссар. Бараса Хип решил перенести свой лагерь в отдаленную часть округа. Планы мистер Толл были составлены, и он был не из тех, кто легко их меняет. Палатки комиссара были разобраны и привязаны на спинах верблюдов. Слуги его заранее ушли вперед с кухонными принадлежностями. По прибытии в Тхаул для важного чиновника должен быть приготовлен ужин. Чтобы все было готово, нужно было поймать, зарубить и приготовить цыплят, раздобыть баранину, сварить овощи, приготовить кури и, конечно же, разбить палатки для размещения сахиба. Но планы, как бы хорошо они не были продуманы, не всегда могут быть осуществлены. Неприятности и неудобства возникают иногда даже у комиссара Сахиба. Сначала появился темный слуга, чтобы сообщить своему хозяину, что его верховая лошадь потеряла подкову, и быстро найти ей замену просто невозможно. Кузнец отправился на свадьбу. «Я не могу ехать верхом, а другого транспорта нет, – нахмурившись, произнес сахиб. Прикажи немедленно заказать карету». Согласно приказу, стали готовить карету. Как только комиссар собирался отправиться в путь, он увидел, что к нему пришли три клиента. Таким образом, не очень терпеливый комиссар был задержан тремя старостами из трех деревень. У каждого из них было отдельное прошение. Пробормотав что-то нелесное в адрес своих посетителей, комиссар все же встал, чтобы высушить как можно более любезно комплименты в адрес его мудрости, справедливости и щедрости. Затем последовали выражения благодарности, которая была четко выражена как ожидание будущих милостей. Комиссар способный человек, но есть две вещи, которых ему никогда не удалось преуспеть. Заставить утомительных просителей выражаться кратко и сдерживать свой характер, не прерывая их разглагольствий. Наконец, три ломбардара были отпущены. Мистер Толл уселся в свою коляску и взял в руки поводья. Лошадь готова была отправиться в путь. Как произошла еще одна непредвиденная неприятность. Мальчишка-индус бросал кусочки твердой глины в большое дерево, чтобы сбить кислые плоды, висящие на его ветвях. На том же дереве сидел рой диких пчел, размером больше человеческой головы. Один из кусков глины попал в гнездо и обрушил месть его воинственных обитателей, ни на мальчика, который их потревожил. А ни на в чем не повинных конюха и лошадь. Воздух наполнился жужжанием, и полдюжины пчел осмелились напасть на самого комиссара Сахиба. Обезумевшая от боли, вызванной сотней укусов, бедная лошадь с пчелами, облепившими ее ноздри и глаза, помчалась вперед. Зацепившись за пень дерева, она разбила коляску, сломала упряжь и сорвала колесо. Такой инцидент вряд ли заслуживает название приключения, но чреват очень неприятными последствиями. Конюх с черной шапкой пчел на голове катался по земле и кричал. А лошадь отчаянно билась. Великий человек, чтобы избавиться от своих презренных врагов, бросился к небольшому резервуару или пруду, к счастью, находящемуся неподалеку. Все вместе представляло собой сцену неразберихи и катастрофы. Прошло не меньше часа, пока лошадь наконец освободилась от своих мучителей. Она дрожала, как в лихорадке. Конюх громко стонал от боли. У комиссара обе щеки распухли до неестественного размера, а один глаз почти закрылся. В этот момент с низким поклоном приветствия к мистер Толл подошел еще один человек с письмом. «А это еще откуда?» нахмурившись, спросил комиссар. «От падри сахиба», ответил посланец. «Ох, с меня было достаточно этих миссионеров вчера вечером», пробормотал мистер Толл. Он уже собирался отбросить депешу в сторону, но на конверте его внимание привлекло слово «срочно». Не в лучшем настроении он открыл его, чтобы взглянуть на содержание, написанное четким, ровным почерком, как бы приглашавшее прочесть. мистер Толл бросил взгляд на подпись в конце «Роберт Хартли», и, чтобы прочитать, сел на пень, о которой разбилось колесо его коляски. Он ожидал свою верховую лошадь, для которой наконец-то был найден кузнец. Мистер Толл начал читать с кислым выражением на изуродованном лице, которое указывает на склонность оспаривать или отрицать все, что может быть написано в лежащей перед ним бумаге. Но внезапно это выражение сменилось на выражение интереса, смешанного с удивлением. Это весьма странный случай. Очень необычный случай, пробормотал он. Медальон найден Зинания? Медальон очень похожий на семейную реликвию, принадлежавшую молодой мисс Хартли с разборчивой надписью и часть детского носка с вышитыми нецелами. Это сильное, очень веское подтверждение того, что эти негодяи аборигены действительно похитили английского ребенка Миранду Макфинис, двоюродную сестру по материнской линии леди, которая сейчас находится в Далвандии. Комиссар поднялся со своего места, в нем заговорила национальная гордость. Если это преступление может быть доказано, это преступление против правящей власти, эти подлые индусы пожалеют об этом. Это дело должно быть расследовано без промедления. О, Мир Сахиб, ответил слуга Назов. Немедленно отправляйся за моими слугами и палатками, верни их обратно. Завтра я должен быть в Тау-Ван-Ди. В Тау-Ван-Ди? переспросил изумленный слуга. Я не привык повторять свои приказания дважды, последовал раздраженный ответ. Мистер Хартли в своем письме поставил на первое место дело премии. Это показало знание характера человека, с которым ему приходилось иметь дело. Если бы он начал жалобы на насильственное похищение обращенного Брамина, мистер Тоул не проявил бы сочувствия и отложил бы дело на некоторое время, бормоча ругательства в адрес миссионеров, как слабых, назойливых и вредных людей. Но что скажут в Англии, пришло в голову мистеру Тоул, пробуждая его интерес к романтической истории давно потерянной Миранды. Физическое нападение индусов на английского юношу тоже вызвало негодование комиссара. Он восхищался мужеством молодого человека, недооценивая при этом рвение миссионера. На следующее утро Талванди был в состоянии сильного возбуждения, когда весть о прибытии комиссара сахиба распространилась по городу со скоростью лесного пожара. Тахардас естественно связывал приход великого человека с нападением на бунгало миссии и ударом, полученным робином от руки одного из помощников вождя. Тахардас твердо решил отрицать, что имеет какое-либо отношение к такому нарушению закона. Он заявит, что никогда не одобрял насилие, что нападение было совершено без его санкции и даже без его ведома. Индус был хитер, как лиса, но избегая ловушки, он оказался в неожиданной яме. Множество жителей Талванди толпились на суде, который проходил в палатке. Присутствовали там и мистер Хартли со своими сыновьями, среди них стоял и Крипаде. Он был объектом яростных гневных нападок со стороны людей, которых удерживало от более жестоких преследований только обгустейшее присутствие мистера Толл. Комиссар открыл заседание совершенно неожиданным для индусов способом. Это было похоже на то, как если бы среди них упал снаряд бомбы. Мистер Хартли, выйдя вперед, ясным голосом потребовал представить в суде вдову известную под именем Премии, которая является англичанкой Мирандой Макфинис. Он может доказать, что она содержится в крепости незаконно. Мистер Толл строго спросил вождя Токардаса, знает ли он что-нибудь о таком человеке. Токардас был застигнут врасплох. Сначала он, запинаясь, категорически отрицал, что такого человека никогда не видели в Талванди. «Могут ли быть предоставлены свидетели?» спросил комиссар. «Двое присутствуют здесь», ответил мистер Хартли. «Один из них этот молодой Брамин. Он видел английскую девочку, когда ее впервые привезли в крепость. На протяжении лет он часто имел возможность говорить с ней. Другая это леди». Он повернулся к Алисии, которая с опущенной густой вуалью стояла рядом со своим мужем. Миссис Хартли не только не раз видела вдову, но и слышала из ее уст отрывок английского гимна, который не мог быть выучен у ее индуистского окружения. «Немедленно привезти сюда премии», приказным тоном произнес комиссар. Но тут хитрый индус изменил свою тактику, проявив также мало уважения к последовательности, как и к истине. Проливая слезы в подтверждение своих слов, он заявил, что вдова была для него как дочь. Она выросла в пурда затворничества и умрет от стыда или покончит с собой, если ее вынудят покинуть свое уединение. Единственным ответом комиссара на это жалкое воззвание был повторный приказ придавить ее. «Если ее не доставят в суд, то будет одан приказ обыскать крепость». Среди присутствующих послышался гневный ропот и возмущенные взгляды. Можно было услышать даже тихие угрозы. Но мистер Толл был полон решимости настоять на своем, что и сделал. После томительной задержки перед судом появилась фигура, поддерживаемая двумя старухами. Казалось, она вот-вот упадет. Фигура с головы до ног была полностью закутана в большую белую простыню. Ее форму едва можно было определить. Воцарилась тишина, которая была нарушена голосом комиссара. «Снимите простыню!» Женщина должна быть опознана, иначе дело не может быть продолжено. Так Ардас упал на колени и в отчаянии бросил свой тюрбан на землю. Проливая обильные слезы, он восклицал, «Дочь моя, моя дочь, она никогда не переживет позора, быть непокрытой на людях! О, ваше высочество, о, вершитель правосудия, избавь меня и мой дом от этого ужасного позора!» Хартли почувствовали жалость к униженному вождю. Гарольд выступил вперед и, обращаясь к комиссару, предложил, «Не будет ли достаточно, сэр, чтобы моя жена увидела и опознала эту леди?» «Пусть мисс Хартли убедится, что лицо в суде, которое из-за своей слабости кажется пожилым, действительно идентично молодой вдове, о которой идет речь», сказал мистер Тол. Алисия подошла к поникшей фигуре. При этом она встретила полный гнева и ужаса взгляд Джай Ди, которая поддерживала фигуру. Леди осторожно откинула часть покрывающей простыни, а затем с восклицанием ужаса отшатнула. «Они убивали ее!» произнесла Алисия. Старухи, ослабив хватку, отступили назад, и фигура вуали опустилась на землю. «Воды! Дайте воды!» закричал Робин и сам бросился выполнять свои приказания. С хрупкой фигурой бесчувственной страдалицы простыня была тут же сброшена. С невыразимым негодованием европейцы смотрели на окровавленное покрытое синяками лицо молодой девушки, все еще сохранившее признаки нежной красоты. На белых руках были следы насилия, свидетельствующие о том, как жестоко обращались с этим прекрасным созданием. Гарольд стоя на коленях приподнял бедняжку Прэми, а его жена склонилась над ней с нежностью сестры. Европейка без тени сомнения с негодованием пробормотал мистер Тоу. Если моя бедная молодая соотечественца умрет, то кто-то из вас будет отвечать за это. Возможно, самое острое чувство выразил Крепаде, когда увидел смертельную бледность подруги своего детства. Он воскликнул. Они наказали ее за то, что она спасла мне жизнь. Она умирает за меня. Дорогие друзья, сотрудники Капли Сота подготовили этот материал специально для вас. Все медиафайлы вы можете найти на мобильном приложении Капли Сота, где мы регулярно публикуем новые аудиоматериалы. Капли Сота, Субтитры создавал DimaTorzok